Антивирус. Пик пройден и чекаем дальнейшего снижения коронавирусной инфекции и пневмонии в регионе, заявил сегодня министр Аховы Здоровья Владимир Караник под час рабочей поездки в Витебск. Министр наведал областную клиничную больницу, которая частковая перапрофилевана под лечение хворых на пневмонии. Подрабязня Юлия Устинова. Министр Аховы Здоровья Владимир Караник за опошний месяц в Витебску не первый раз. Ё насобиста контролюе эпидемиологичную ситуацию у пауночном регионе. На гэтый раз назирая за работой Витебской областной клиничной больницы. Некалькі ягі адзіленіў былі перапрофилеваны под лечение хворых на пневмонии. Зараз шпиталізацію ў їх ўжо спыніли, і на протягу тыдня больница верніцца да свайго звычайного режиму работы, паведамеў Владимир Караник. Так раней перапрофилеваны хирургічны корпус онкологічного диспансера ўжо працую со сваими паціентами. Зараз эпидемиологичная ситуація дозволяе поступово проводить дезінфекцію больниц, які часово перетворалися ў ковидные шпиталі. И если на пике мы действительно иногда видели больше двухсот случаев пневмонии в течение суток, то сейчас эти показатели упали до двадцати-тридцати случаев по Витебску, что в принципе уже приближается к естественной норме, к естественному фону. Я думаю, что в ближайшее время количество пневмонии будет и дальше уменьшаться, учитывая, что сезонные заболевания уходят, с некоторым опозданием, вину тому и тёплая зима, и холодная весна, но, судя по прогнозам, погода всё-таки установится, и сезонные респираторные инфекции уйдут. Міністр подлумачив, что весной у пауночном регионе до сезонного уздыма в острых респираторных захворываниях долучився уздым-захворываниях на коронавірусную инфекцию. И, каб завязпешить потребу медицинской допомозі, стационары пристосовались до лячения пневмоний. Зараз пік пройдены, и больницы поэтапно выходят на ранейший режим работы. Даже основные уздым-захворывания, які, як стверждают специалисты, был у кроссовику, медустановы региона пройшли без перегрузки, означав Владимир Караник. Последние три недели мы видим устойчивое снижение заболеваемости как и коронавірусной инфекцией, так и пневмониями. Но ещё раз повторю, что и на пике, и сейчас ситуация оставалась и остаётся под контролем. У нас достаточно коечный фонд, и даже в самые, скажем так, напряжённые дни использовалось около 50% имеющегося коечного фонда. А количество аппаратов ИВЛ, которые были задействованы на доказание помощи пациентам с пневмониями, никогда не превышало 15% от имеющихся парка. Худший за усё, поведомил министр, у ближайший час лячить пневмонии и COVID-19 застанется больница худкой медицинской допомоги, якая забеспечена усім необходным для допомоги таким пациентам. Юлия Устинова, Новины, Витебск.